Памятник воинам-самарцам, погибшим в локальных войнах, появился на пересечении Мичурина-Осипенко более 20 лет назад. Мемориал объединил в себе два проекта – свечи памяти и сам памятник воину-интернационалисту. В следующем году комплекс планируют капитально отремонтировать. Глава Самары Елена Лапушкина встретилась с архитекторами и представителями общественных организаций, чтобы обсудить план работ. Памятное место мы, конечно, планируем сохранить. К сожалению, не повезло нам с подрядчиком, который проводил ремонт на этой площади, и очень много нареканий. Вынуждены сейчас практически перепроектировать и вновь заходить уже на восстановление этой площади. Сейчас мы будем разрабатывать проект. Конечно, проект согласуем с женщинами, матерями. Если все устроят, уже в следующем году приступим к обновлению этой территории. Контракт на капремонт мемориального комплекса заключали в 2018 году. Через два года, пока объект был на гарантии, выявили дефекты. Подрядчик их так и не устранил. Арбитражный суд обязал его восполнить убытки. Теперь в городском бюджете предусмотрели средства на проектирование новых работ. Здесь будет произведен ремонт подиума, который находится по свечами. Ремонт вот этого вот постамента большого стилобата, его можно назвать, на котором находится солдат. Это будет замена покрытия. Также будет произведена замена облицовки подпорных стенок. Возможно, появится подсветка дополнительная еще. План будущего обновления обсуждают с родственниками погибших воинов, лидерами общественных организаций. Мы настаиваем на том, чтобы все-таки это было качественно, чтобы не каждый год приходили после зимы, а это все разрушено было. Поэтому мы готовы как бы подождать, но чтобы это было сделано качественно. В этом году власти подготовят проект и проведут конкурс по определению подрядчика. В следующем выполнят ремонт. Светлана Кудрявцова, Василий Калдашов. События.